Когда батарейки бросают в мусорник, они попадают на свалку. При этом это все угрожает природе. А как их правильно утилизировать, для многих загадка. В мусорные контейнеры нельзя. На свалке тоже. В батарейках множество различных металлов. Ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец, цинк, которые могут накапливаться в организме и навредить здоровью. Трудно представить, что одна такая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами 400 литров воды. А это глубокая ванна и 20 квадратных метров земли. Это небольшой огород. А в лесной зоне повредить два дерева и погубить пару кротов и ежика. Но больше всего страдают дождевые черви, гибнут тысячами. А они, между прочим, очень необходимы для увлажнения почвы и кормления птиц. Теперь расправиться с батарейкой можно прямо в школе, в специальном контейнере. У меня в доме есть целый пакет батареек. Они уже закончились. Сейчас появилась такая мусорка и их можно туда выкинуть. В нашем подъезде мама сделала специальный контейнер и весь подъезд, он у нас бросает туда батарейки, мама ходит и сдает их правильно. За полгода контейнер на физфаке ЮФУ накопил около 25 килограммов вредных отходов. Здесь целый экоуголок. Собирают макулатуру, обмениваются книгами. Спустя полгода примерно студенты загорелись идеей и уже несколько факультетов выразила инициативу установить такие экохолы у себя. Отработанные батарейки несут из других факультетов и даже из соседних домов. Для студента Александра Скляревского это просто выход из тяжелого экологического положения. Конечно, стало удобнее. Когда бы я их возил в Мегу? Нет, они просто скапливались у меня. Я спокойно не знал, что с ними делать. Теперь все это богатство отправиться трудно поверить в Челябинск на единственный завод по переработке батареек. А сдать тяжелый для природы мусор скоро можно будет по всему Ростову. В этом году экоактивисты организации «Ростов – город будущего» планируют поставить контейнеры во всех школах города. Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону.